19 января православные христиане празднуют третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла – Крещение Господне. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, Он принял крещение в реке Иордан. Вышел на берег, а с небес послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса Своим Сыном. И на Него сошел Святой Дух в образе голубя. Считается, что на Крещении вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни. Согласно народным традициям, в Крещении все верующие должны посетить церковь, отстоять службу и набрать свеченной воды. Наши предки также всегда обращали внимание на то, какая погода на Крещении, ведь считалось, что по ней можно определить, каким будет весь следующий год. Согласно приметам погоды, если утро 19 января выдалось теплым и пасмурным, год будет урожайным. Если на Крещении деревья обильно покрыты инеем или идет снег, хорошо уродит зерно. Сильный мороз в Крещении к засухе летом. Издавна традиционно в Крещении женщинам запрещалось носить воду до того, пока кто-то из мужчин, членов семьи, не принесет священную воду в дом. Также народная традиция рекомендует в ночь с 18 на 19 января нарисовать воском или копотью церковной свечи кресты на окнах и дверях, чтобы получить защиту от светлых сил. Что можно делать на праздник Крещения? Согласно народным традициям. На Крещении можно и нужно выполнять все религиозные обряды этого праздника, отправиться в церковь, отставить службу, три раза окунуться в прорубь, набрать святой воды и накрыть праздничный стол. Кроме этого, можно молиться весь день и просить о чем-нибудь хорошем. Если в Крещении в окно стучится синичка, то необходимо также помолиться о тех, кто ушел из жизни. Также, согласно народным поверьям, каждая хозяйка накануне Крещения мелом рисовала в доме над окнами и дверью небольшие крестики. Считалось, что такой ритуал способен защитить жилища от бед. А еще на Крещении окропляли дом, только что принесенный святой водой. В народе считалось, что это отгоняло нечистую силу от дома. Что же нельзя делать на Крещение Господне? Крещение – праздник, который должен помочь людям духовно обогатиться, забыть все плохое, смыть в себя грехи и напитаться силой на весь год. Каждый человек должен помнить о том, насколько он важен для верующих и уважать их чувства. Поэтому 19 января ни в коем случае нельзя думать о плохом, а тем более ссориться и желать кому-либо зла. К тому же считается, что если во время конфликта в руках у человека святая вода, то она тут же теряет свои волшебные свойства. Также в этот праздник нельзя жадничать. Нужно делиться едой и, конечно, святой водой. Нельзя набирать ее слишком много. Нельзя толкаться, стоя в очереди за водой. Считается, что это навлечет на человека беду. Кроме этого, в крещении запрещается гадать. Времени для проведения таких ритуалов до этого было предостаточно. Святки длились до 18 января, так что вечером накануне 19 числа нужно спрятать все предметы, с помощью которых проводились магические ритуалы. После крещения также гадать нельзя. Также нельзя в крещении напиваться. Так как это великий праздник, то можно выпить бокал вина, но злоупотреблять алкоголем не стоит. Также, согласно народным поверьям, нельзя стирать в этот день. Эта традиция пошла со старых времен, когда стирали в открытых водоемах, а вода в эту ночь считалась освещается самим небом. На крещении нельзя работать, в том числе и на крещении нельзя убирать, то есть сделать генеральную уборку. Всю работу по дому надо переделать в крещенский сочельник. Также в этот день нельзя подавать на стол четное количество блюд. Традиционно ставят 7 или 9. Нельзя нырять в прорубь, если перед этим человек не исповедался и не причастился. Также, согласно народным поверьям, в этот праздник нельзя оставлять обувь за порогом, весь год будете болеть. Нельзя давать в долг, иначе достаток из дома уйдет. Нельзя ссориться и ругаться. Согласно народным приметам, люди, принявшие крещение в этот день, самые счастливые. Сыграть свадьбу от крещения до масленицы к счастью в браке. Сватовство крещения также является хорошим знаком. Также в народе считалось, если человек родился в крещенский день, то он будет счастлив и удачлив. В качестве оберега ему рекомендуется носить нефрит. В народе также считалось, что в крещении добрые духи особо благоволят людям. В этот день и женщины, и мужчины загадывали свои самые потаенные желания и просили помощи и благословления у Бога, Сына и Святого Духа. Чтобы загадать желание на богоявление, на крещение, не нужно соблюдать какой-то сложный ритуал или выполнять какой-то обряд. Достаточно выйти в крещенскую ночь на улицу и, подняв глаза к небу, шепотом высказать свою просьбу. Главное, чтобы эта просьба была доброй и шла от всего сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова